Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». В комментариях вы частенько просили нас высказать своё мнение о полноценных минивэнах, таких здоровенных, что можно посадить себя, жену, тёщу, тесть, любовницу, детей и ещё останется место для багажа и поехать куда угодно. Главное, чтобы дороги не были топкими, потому что с полным приводом в этом классе есть вопросы. Итак, поехали! Мы постарались сфокусироваться на относительно доступных автомобилях, то есть их цена не превышает 10-15 тысяч долларов. И начать мы решили с Рено Эспас. Почему Эспас? Потому что по-французски это космос. Так вот, этот минивэн появился в 1984 году и стал чуть ли не родоначальником этого класса минивэнов. Крайслера Таун Кантри не было ещё, а уже французские семьи ездили на прогрессивном по тем временам минивэне. И кстати, все кузовные панели у этого автомобиля были пластиковыми. Итак, что нужно знать про Эспас четвёртого поколения? Он выпускался долго, с 2002 по 2014 год. Было два рестайлинга в 2006 и 2010 году. Также есть ещё версия Гранд Эспас. У него колёсная база 2 метра 87 сантиметров, то есть на 7 сантиметров больше, чем у обычного автомобиля. А вот разница в длине кузова более заметная. 20 сантиметров, багажник соответственно 291 литр и 456 литров. Также бывают восьмиместные версии и шестиместные с отдельными капитанскими креслами. Так вот, чтобы увеличить объём багажника в восьместных версиях, надо снимать задний ряд сидений. Они, как обычно, установлены на быстросъёмных креплениях. Кузов у этих автомобилей не сильно корродирует. И это неудивительно, потому что двери и капот алюминиевые, передние крылья пластиковые, а задняя дверь из стекловолокна. Двери только распашные. Под капотами в основном дизельные двигатели. И, кстати, разборочки всех этих агрегатов у нас есть на канале. Так что, если надо, обязательно поищите. Двигатель 1.9 DCI был доступен на самых ранних версиях с МКПП. 120 лошадиных сил, то есть этот мотор никуда ехать не торопится. И по трассам на двух полосках можно об обгонах забыть. Еще, у этого двигателя есть вопросы с маслоотделителем. Он не успевает отсеивать пары масла, и поэтому пары масла попадают во впуск. Поэтому частенько владельцы ставят второй маслоотделитель. А еще есть проблема со вкладышами. А чтобы эту проблему решить, её решают превентивно. То есть меняют вкладыши каждые 100 тысяч километров пробега. И еще владельцы посматривают на масляный фильтр, чтобы в нем не было стружки. Следующий мотор 2.2 DCI. Он едет бодро и достаточно экономичен. Но какой же у него мудрёный привод ГРМ. То есть там есть ремень ГРМ и шестерня. Если к ремню вопросов нету, то вот шестеренки подкинут проблем. И еще этот двигатель не любят на СТО. То есть не любят его ремонтировать. А вот двигатель 2.0 DCI – это, наверное, лучший вариант. Он появился в 2006 году, и он какой-то более цивилизованный. С ним все просто и понятно. Однако помните, что форсунки у этого двигателя пьезоэлектрические, и в линии обратки есть подпорный клапан. Так вот из-за этой детальки двигатель может перестать ехать. То есть такое ощущение, что накрылась и турбина, и форсунки, и пропало давление. А вот привод ГРМ цепной. И шатунные вкладыши мы советуем менять каждые 200-250 тысяч километров. Превентивно. А вот трехлитровый дизель лучше обходить стороной. Эти двигатели перегреваются, пузырят в расширительный бачок, и даже могут просесть от перегрева гильзы чугунные в блоке. А вот с бензиновыми двигателями всё просто. Это двухлитровый F4R в турбированном либо атмосферном исполнении. Лучше заправлять этот двигатель 95-м бензином, и тогда проблем с ним не будет. И не поверите, еще Espace 4-й встречается с трех с половиной литровым двигателем от Nissan. И вот любой поклонник Nissan Infiniti скажет вам, что это надежный двигатель. Автоматы у Espace 4-го поколения хорошие. Здесь обошлось без старой 4-ступенчатой DP0. Оставили 5-ступки ISIN AW5550SN, а затем с трехлитровыми двигателями появилась 6-ступка ISIN TF80SC. А с двухлитровыми шла Jatka GF613E. Ухоженный Espace 4-го поколения, это довольно-таки гармоничный автомобиль. Правда, с автобусной управляемостью, но в то же время с мягкой подвеской. Далее, у него не сильно долговечная бортовая электроника, то есть чипы и дисплеи не долговечны. Но зато с проводкой проблем нет. Следующий на очереди минивэн Chrysler Town & Country 5-го поколения. Эти автомобили по рынку стоят от 8 до 15 тысяч долларов. Они начали выпускаться в 2007 году, обновились в 2010 и закончили свой выпуск в 2016 году. Это здоровенный полноразмерный минивэн в длину 510 см с багажником на 900 литров, а при сложенных сидениях багажный отсек превращается в 4 кубометра. Третий ряд сидений у Chrysler Town & Country прячется в пол. И не надо мучиться с их демонтажом. Также есть еще версия Stow & Go. Там второй ряд сидений тоже прячется в пол. Американские минивэны предлагались с двигателями от 3.3 до 4.0 V6. Более свежий 3.6 появился после рестайлинга. Еще встречаются очень редкие европейские версии с турбодизелем 2.8 литра. Автоматы есть четырехступенчатые и шестиступенчатые. Кстати, шестиступенчатые встречаются на данном автомобиле чаще. И у Town & Country есть два клона. Это Dodge Grand Caravan и Lancia Voyager. Chrysler Town & Country пятого поколения – это образец очень удобного минивэна с комфортными капитанскими креслами на первом ряду сидений. Также у него комфортный второй ряд и трехместный просторный третий ряд сидений. Там куча столиков, подстаканников, боковые двери сдвижные и частенько сервоприводом. Да, моторы прожорливые, поэтому многие вот эти минивэны оборудованы газовым оборудованием. Двигатели 3.3 и 3.8 12-клапанные. У них один распредвал, который находится в развале блока и открывает клапаны через систему штанг-толкателей. Это очень надежные моторы, но имейте ввиду, что из-за экономии на моторном масле может появиться масложор. Цепь ГРМ ходит по-разному. Иногда она может зашелестеть при пробеге в 300 тысяч километров, а иногда может тихонечко себе работать и при полумиллионном пробеге. Четырехлитровые двигатели уже 24-клапанные. Это очень надежные моторы. У них ременной привод ГРМ. Однако из-за экономии на моторном масле, то есть езде на перепробежавшем масле, вот это масло может наглухо закупорить масляные каналы этого двигателя. Самые мощные двигатели носят гордое имя Pentestar. И вот по воле судьбы они оказались самыми проблемными в обслуживании, как будто бы их делали наспех. У этих Pentestar с 2011 по 2013 год, то есть на них устанавливали дефектные ГБЦ, которые впоследствии меняли по отзывной компании. Еще встречаются случаи рассыпания игольчатых подшипников рокеров, после чего начинают стираться кулачки распредвалов. И это происходит при пробеге от 50 до 150 тысяч километров. Теплообменник и корпус масляного фильтра объединены в одну пластиковую деталь. И частенько при пробеге в 100 тысяч километров, вернее каждые 100 тысяч километров, из-под этой детали обнаруживается течь жидкости. Изначально они текут в развал блока, а затем охотно стекают по двигателю вниз. Также охотно течет маслом задний сальник коленвала. Есть проблемы с датчиками распредвалов, есть проблемы также с соленоидом управления ступенями маслонасоса. В общем, очень хлопотный двигатель. Турбодизель 2.8 CRD – это детище компании «ВМ Моторе». Хороший, надежный европейский движок, но чтобы не иметь с ним проблем, надо раз в 300 тысяч километров поменять рокеры. В них изнашиваются, рассыпаются игольчатые подшипники, могут развалиться и сами рокеры, и даже пострадать гидрокомпенсаторы. Шестиступенчатый автомат 62TE фирменного производства Crycer, мягко скажем не фонтан. Еле выхаживает 200 тысяч километров. Больше – это если только повезет. У этого автомата слабый блок соленоидов, и при энергичной езде может развалиться задний планетарный редуктор, а также треснуть один из барабанов. И только при очень бережной эксплуатации эта трансмиссия не развалится внезапно и целиком. Еще у Crycer Town & Country слабоваты передние тормоза, и поэтому частенько колодки меняют вместе с дисками. А также есть еще проблемы со жгутами электропроводки в сдвижных дверях. Ну и что еще сказать – коррозия у этих автомобилей не быстро развивается. Кстати, большие минивены выпускали Peugeot и Citroёn, и эти минивены получили клоны под марками Fiat и Lancia. Естественно, мы говорим про Citroёn C8 и Peugeot 807. Эти автомобили выпускали с 2002 по 2014 год, и как Chrysler Town & Country не получили преемников. Потому что, по крайней мере в Европе, интерес к минивенам напрочь исчез в 2010-х годах. Французские минивены скромнее в габаритах – 4,7 метра в длину, при колесной базе – 2,8 метра. Объем багажника варьируется от 490 литров до 3000 литров. Чтобы трансформировать салон, надо вынимать сиденья. Вот такой возможности спрятать их в пол, как у американцев не предусмотрено. Зато двери у этих минивенов раздвижные, а не распашные. Кстати, у итальянских версий французских евро-венов лобовое стекло оригинальное. И на Citroёn C8 и Peugeot 807 эти стекла не подходят совсем. И еще, у итальянских автомобилей, которые Fiat и Lancia, гамма двигателей еще скромнее, чем у Peugeot 807 и Citroёn C8. То есть там исключены были двигатели объемом 2,2 литра, что бензиновые, что дизельные. Дизельные двигатели объемом 2 литра и 2,2 литра страдают в основном из-за хренового обслуживания. Ничто так не может огорчить, как заломанная свеча накаливания в ГБЦ, оборвавшийся некачественный ремень ГРМ и прогревшие шайбы под форсунками. Есть между распредвалами, кстати, там цепь, которую стоит заменить при пробеге в 400 тысяч километров. Бензиновые двигатели предельно простые. У них в приводе ГРМ тоже зубчатый ремень. Но у двигателя объемом 2,2 литра фазорегуляторы на обоих распредвалах. А у двухлитрового шкив впускного распредвала оснащен демпфером. И вот при замене ремня ГРМ обязательно надо этот демпфер обсмотреть. Он резиновый, чтобы там не было трещин. Эти минивэны редко, но все же иногда встречаются с двигателями 3.0 V6. Это тоже очень надежные моторы. Кстати, вскрытие такого мотора у нас есть на канале, как и вскрытие других моторов, о которых мы вам сегодня рассказывали. Вообще, эти машины лучше брать с 2007 года. Именно в этом году появился двухлитровый турбодизель мощностью 163 лошадиных силы. Он в оригинале шел с сажевым фильтром, но, естественно, эту деталь уже вырезали. С этим двигателем шел автомат Isen TF80SC. В каталогах PSA он обозначается как AM6. Это надежный, прекрасный, приятный автомат. До рестайлинга французы использовали на своих минивэнах старую допотопную AL4, а с трехлитровым V6 шел автомат ZF4HP20. ZF вечный, а AL4 легко ремонтируется, то есть легко и недорого. Но эта потребность возникает практически каждые 150 тысяч километров. Электроника у этих минивэнов надежная, а вот в экземплярах, которые из сырых регионов, могут образоваться дырки в днище. Кстати, у этих минивэнов страдают днище и пороги в первую очередь, потому что кузов оцинкован и, в принципе, он выглядит неплохо. Но со временем начинает на кромках и краях отшелушиваться краска. И особенно это видно на передних крыльях, потому что они пластиковые и частенько нуждаются в перекраске. Ну а что по ценам? Цены на французские минивэны начинаются с 4000 долларов за экземпляры 2002 года. Экземпляр 2007 оценивается в 7000 и дороже. Ну а 2010 год стоит уже 10000. Итак, а сейчас давайте перейдем к более свежим минивэнам из Европы. Мы не могли обойти вниманием Ford Galaxy второго поколения. Этот здоровяк вытянулся в длину на 4,8 метра. Он даже больше, чем очень похожий S-Max и выше его. Высота составляет 1,88 метра. Объем багажника стартует от 308 литров до 2300 литров. И, кстати, трансформируется салон очень четко. Не надо вынимать сидения. Второй ряд можно сложить, и он опускается, и становится чуть выше пола. То же самое делает и третий ряд. Если сложить весь задний ряд сидений, то получается практически ровный пол, чуть выше пола самого автомобиля. Ну а что по ценам? Цены на эти автомобили стартуют на самые ранние экземпляры с 7000 долларов. Экземпляры рестайлинговые с 2010 года примерно с 10000 долларов. Ну а ухоженные и более свежие экземпляры стоят по 13000 примерно. Ford Galaxy хорош с любым дизельным двигателем. Но учтите, что двигатель 1.8 TDCi архаичен, но очень надежен. У него 8-клапанная ГБЦ из чугуна. Ну а остальные двигатели объемом 1.6, 2.0, 2.2 TDCi – это все агрегаты PSA. Они очень надежны. А атмосферные бензиновые двигатели могут пожирать масло. Ну а в остальном они бесхлопотны. После рестайлинга Ford Galaxy второго поколения получил двигатель 2.0 Turbo. Это фордовский эко-буст. И он шел в паре с трансмиссией PowerShift, которая дорога в ремонте. Ну а остальные двигатели шли с отличным автоматом, хорошо известным нам Aisin AW TF80SC. Это хороший и надежный автомат. И еще. У нас на канале есть подробнейший обзор Ford Galaxy второго поколения. Так что, кому надо, милости просим, посмотрите. А кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. У нас один из лучших технических каналов. Идем дальше. Конечно, мы не можем обойти стороной всеми желанный, но дорогой мини-венд Volkswagen Charon второго поколения. Эта машина появилась в 2010 году, обновилась в 2015 году и выпускалась до 2022 года. У базовой пятиместной версии огромный багажник. Туда даже залазит полета размером метр на метр двести. И если сложить задние сидения, то ровного пола не получится. То есть сидения будут заметно выше пола багажника. А вот если Volkswagen Charon второго поколения семиместный, то все задние ряды складываются, и получается ровный пол. И объем такого багажника 2600 литров. И, кстати, двери у Volkswagen Charon второго поколения задние движные. И да, у Volkswagen Charon второго поколения есть испанский клон. Это Seat Alhambra второго поколения, который выпускался в те же годы. И очень классное преимущество минивэнов от VAC – то, что опционально могут быть встроены детские кресла в сидения второго ряда. То есть они трансформируются и обеспечивают отличную и безопасную фиксацию маленьких пассажиров. Volkswagen Charon второго поколения построен на платформе Passat B6-B7. И запомните, чем свежее этот минивэн, тем надежнее и лучше у него трансмиссия и двигатель. Так вот, до рестайлинга, то есть до 2015 года, на него устанавливался двухнадувный 1.4 TSI с обозначением CAVA. А вот после рестайлинга на него поставили 1.4 TSI с одной турбиной. Так вот, у двигателя 1.4 TSI Twin Charger чугунный блок, цепной привод ГРМ, турбина и компрессор. Так вот, он хлопотный, но из хороших рук можно брать и его. А вот двигатель 1.4 TSI, который пошел после 2015 года с одной турбиной, легкосплавным блоком и ременным приводом ГРМ весьма неплох. Можно брать его смело, но главное не довести его до масложора. Двухлитровые же двигатели TSI это семейство EA888, поколение 2 и 3. Так вот, это тоже очень достойные агрегаты, но как и со всеми агрегатами VAG, нужно постоянно соблюдать профилактические нормы, иметь хорошее обслуживание и иметь контакты со специалистами по этим двигателям, которые знают их нюансы. И вот тогда будет счастье. Еще шаран второго поколения предлагается с двухлитровыми дизельными двигателями. До рестайлинга это были агрегаты семейства EA189, а после рестайлинга EA288. Более свежие агрегаты, соответственно, более навороченные. У обоих двигателей чугунный, блоки. У более свежего двигателя, как мы сказали, у более навороченного EA288 балансированы валы в стенках блока цилиндров. Есть также отключаемая помпа системы охлаждения, двухступенчатый масляный насос, в который также встроен вакуумный насос. Все это дело находится под коленвалом и приводится зубчатым ремешком. И вот такие двигатели более навороченные EA288 на вторых шаранах имеют обозначение в каталоге которая начинается с букв DF и DL. Ну и у старых двигателей EA189 в приводе маслонасоса есть такой карандашик, о котором мы частенько рассказывали, который может стереться и тогда маслонасос остановится. И мы все знаем последствия вот таких вот отказов. Кстати, у старых моторов форсунки пьезоэлектрические, а у новых EA288 электромагнитные. И глобально вот эти более навороченные моторы оснащены более навороченной системой очистки выхлопа. А в целом они приятно надежные и при квалифицированном обслуживании ходят 500 тысяч точно. Итак, что же по ценам? Шаран 2 это не дешевое удовольствие. Они, к сожалению, очень медленно падают в цене. За дорестайлинговые машины просят от 12 до 18 тысяч долларов, а за рестайлинговые от 18 до 28 тысяч долларов за машины 2020 года. И еще добавим, что очень редко, но встречаются полноприводные шараны. Ну а теперь давайте зададимся вопросом, есть ли премиальные минивены? Да, есть такой. Это Mercedes R-класса. Да, я понимаю, что он выглядит не как минивен, а как длиннющий универсал. Кстати, их собирали только на заводах в Америке и выпускали очень долго, с 2005 по 2017 год. И причем в Америке продавали только длиннобазные версии, то есть между осями 3,2 метра, а длина кузова 5 метров, 150 сантиметров. И это говорит о том, что он даже длиннее крайсера Town & Country, но R-класс весьма приземистый, высоту 1,7 метра, то есть как компакт-вэн. Короткая версия, это чуть меньше 3 метров между осями, в длину 4 метра 920 сантиметров, салон прекрасно трансформируется, то есть сидение прекрасно складывается, образуя ровный пол, а багажник возрастает с 414 литров до 2436 литров. Вообще R-класс создан на базе ML 2-го поколения, то есть кузов 164-й, соответственно и болячки у них одинаковые. Изначально R-класс продавался с версии, то есть в версии 6-местной, но затем после рестайлинга 2007 года добавились опции и добавилась 7-местная версия, то есть там на втором ряду может быть 3-места. Есть еще R-класс с 5-местным салоном, но таких версий очень мало в продаже. Обладателем R-класса можно на сегодняшний день стать за 8000 долларов. Первый рестайлинг обойдется примерно в 12000 долларов, второй рестайлинг стартует от 19, это будут машины примерно 2010 года выпуска. И еще такое наблюдение, моложе 2012 года R-классов у нас не продается совсем. Если владельцы R-класса не довели его до неудовлетворительного состояния, то поддерживать его в хорошей форме стоит не так-то и дорого. Главное иметь под боком специализированный хороший сервис. Ну и самым рациональным выбором будет выбор автомобиля с дизельным двигателем V6. Да, у него есть пару нюансов, на которые надо обращать внимание каждые 100-150 тысяч километров. С бензинными двигателями ситуация немного сложнее. Не стоит их брать на последние деньги, потому что V6 и V8 во времена своей молодости погибали от задиров, которые были вызваны разрушенными катализаторами. Так вот, скорее всего, эти моторы прошли переглизовку и получили неоригинальные катализаторы. Опять же, повторюсь, не стоит их брать на последние деньги, потому что те же цепи ГРМ потребуют с вас много средств. Ну и на десерт. В природе встречается супер редкий R-класс R63 AMG на 510 лошадиных сил. Как вам такой минивэнчик? Это супер редкая машина, даже на мобиле DE мы нашли всего четыре таких экземпляра. Но нам надо двигаться дальше. И скажем так, у нас есть обзор на нашем канале ML-класса и все рекомендации по моторам R-класса вы увидите там. Так что обязательно посмотрите этот обзор. И если еще не подписаны, подпишитесь на наш канал прямо сейчас. Среди семейных минивэнов есть еще один неотразимый красавчик, настоящий оригинал. Мы просто не смогли мимо него пройти. Саньонг Родиус первого поколения. В чем его фишка? Его фишка в том, что за относительно вменяемые деньги вы получаете 512 см минивэна. Да, он такой же длинный как R-класс, но на 20 см его выше, 191 см в холке. Настоящий автобус. И в первом поколении он выпускался с 2004 по 2013 год. У него даже есть преемник, второе поколение, но он практически у нас не продается. Родиусы первого поколения встречаются в семиместном и восьмиместном исполнении. А также есть еще Родиусы с четырьмя рядами сидений. Это одиннадцатиместное исполнение. И скорее всего, вы таких Родиусов на дороге не увидите, потому что для управления ими нужны права категории D. И задние двери у Родиусов распашные. Все сидения у Родиуса раскладываются горизонтально. И в этом случае получается такая заготовочка под кровать. Затем, если понадобится вам увеличить объем багажного отсека, то придется вынимать сидения. То есть они в пол не утапливаются. Но всегда позади задних сидений есть багажный отсек на 618 литров. А если вынуть второй-третий ряд сидений, то получается огромный багажный отсек на 4100 литров. И это, кстати, не рекорд в классе. Есть минивены и повместительнее. Почти всегда Родиусы встречаются полноприводные. Задний привод — это редкость. Есть трансмиссии партайм, где передняя ось подключается жестко, а есть трансмиссии Torque on Demand. В этом случае передняя ось подключается автоматически в случае отключения задней оси. Родиус — не рамный автомобиль, хотя многие решения взяты от рамного внедорожника 163-го Mercedes. Двигатели — пятицилиндровый дизельный мотор OM612 и шестицилиндровый бензиновый мотор M104. Оба мотора рядные. Но в дизельном главное не перемудрить с обслуживанием топливной системы, потому что там она не от Bosch, а от компании Delphine. Самая неприятная болезнь Родиус — это коррозия. Коррозия даже вылазит на передних стаканах. Мы уже не говорим про кузов задней арки, днища, где даже сгнивают поперечины. Автоматическая трансмиссия тоже мерседесовская 722.6 с теми же самыми болячками. То есть начиная от проблем с электронной платой, проблем со втулкой электроразъема и заканчивая смешиванием АТФ и антифриза из-за прохудившегося радиатора. Ну это в том случае, если отдельный радиатор еще не установлен. Родиус комфортен на ходу, но если асфальт под колесами хреновый, то тогда подвеску характеризуют как дубовую. И на самом деле подвеска очень слабенькая для двух тонн массы этого минивэна. Если устанавливать качественные рычаги, качественные ступичные подшипники, ну и так далее, и другие детали подвески, то это все ходит примерно всего лишь 80 тысяч километров. И вот вырванные шаровые опоры – это не редкость для этого минивэна. Родиусы прожорливые и скрипучие. Их в продаже мало, но и продать их не просто. Сказывается внешность, габариты и состояние кузова соответственно. Ну что, идем дальше. Когда-то Mitsubishi могли делать европейские минивэны. И с 2003 по 2011 год они делали Grandis. Это практически стандартный европейский минивэн. 477 см в длину. 283 см колесная база. Багажник трансформировался с 320 литров по 1545 литров. Сидушки у него опускались и утапливались в пол. Получался ровный пол. Есть 6-7 местные версии. Двери задние у этого минивэна распашные, а стоимость начинается сейчас с 5500 долларов и заканчивается примерно цифрой в 12 тысяч долларов. Mitsubishi Grandis очень редко встречается с дизельным двигателем. И этот мотор закупали у Volkswagen. И это по сути 2.0 TDI в его лучшем исполнении. То есть уже 16-клапанный ГБЦ, уже с двойным креплением каждой насос-форсунки и без модуля балансиров с карандашом, который может износиться, и массонасос встанет. Массонасос там обычной и надежной конструкции. В общем, вот этот двигатель, то есть этот автомобиль с этим двигателем, можно обслуживать у специалистов ВАК. Бензиновые двигатели у добрый японский агрегат. И он, скорее всего, погибнет от обрыва зубчатого ремня ГРМ, либо же от попадания другого зубчатого ремня, который приводит балансирный вал. В общем, это очень хорошие и надежные двигатели. Болячки Grandis всем давным-давно хорошо известны. У него ломается сервопривод заслонки печки, именно той заслонки, которая регулирует подачу воздуха. И если вот этот сервопривод перестает работать, то температура не регулируется. А еще проблема Grandis в коррозии. То есть помимо кузова и днища, у него до дыр ржавеет горловина бензобака. То есть вот эта трубка от горловины до бака еще ржавеет сам бак. И вообще Grandis простоват. То есть у него даже нету регулировки руля по вылету. Ну и соответственно, не каждому удается удобно устроиться за его рулем. Идем дальше. Один из крупнейших минивэнов делает Toyota. И это не Alphard, это Sienna. И возьмем сейчас Sienna второго поколения. Цены на эти машины от 9 до 12 тысяч долларов на экземпляры дорестайлинговые. То есть с 2003 по 2005 год, а с 2006 по 2010 они стоят в продаже от 10 до 16 тысяч долларов. Это большой минивэн более 5 метров. 5 метров 8 сантиметров. Колесная база 3000 сантиметров, то есть 3 метра. Объем багажника от 1200 литров до 400 тысяч. Третий ряд сидений утапливается, чтобы увеличить объем багажника. А вот второй ряд сидений стоит на направляющих. И чтобы вообще получить все вот эти вот литры, их надо вытаскивать. Ну а задние двери у Sienna сдвижные. Toyota Sienna второго поколения оснащалась двумя двигателями. Первый это объемом бензиновый 3.3. А вот после рестайлинга, точнее после 2007 года, стали устанавливать бензиновый двигатель объемом 3.5. Что надо знать? Это реально очень надежные двигатели. Просто следите за подтеканием масла по клапанным крышкам. Еще надо убедиться, что эти двигатели не едят масло. Скорее всего это обусловлено хреновым обслуживанием и экономией на моторном масле. Еще отметим, что у двигателя объемом 3.5. Трубки маслоохладителя должны быть целиком стальные. Скорее всего, вы уже не встретите трубки с резиновыми вставками. Кузов Sienna слабоват. Первый ржавеет задняя дверь, вот прям под стеклом и вблизи эмблемы. А затем то же самое случается со всеми дверьми, а также со всем кузовом и даже со стаканами кузова. Сервоприводы задних сдвижных дверей слабоваты, но хорошо, что эта неприятность лечится не так дорого. А если вам повстречалась полноприводная Toyota Sienna 2, то имейте в виду, что текут сальники между АКПП и угловым редуктором, а также крестовины кардана попросятся в ремонт. АКПП у Toyota надежная, но пинки и задумчивость при переключении вниз говорят о скорой капиталке. Огромный минивэн есть и у Honda, и это Honda Odyssey. Но сейчас мы поговорим об его леворульной версии. Потому что есть автомобили с правым рулём, это для азиатского рынка, и это совершенно другая машина. А вот американский Odyssey в третьем поколении вытянулся на 513 см при трёхметровой колёсной базе. Все версии этой машины восьмиместные. На втором ряду хоть и установлены капитанские кресла, но там есть подлокотник, который превращается в восьмое кресло. То есть этот минивэн становится восьмиместным. Узкое оно, но ездить можно. Заднее сидение, то есть последний ряд утапливается в пол. Чтобы получить максимальный объём багажника, это на минуточку 4200 литров, можно сложить третий ряд и вынуть второй. В исполнении для американского рынка на Honda Odyssey ставили только один двигатель объёмом 3.5. И это очень хороший, надёжный двигатель, естественно прожорливый. И разборочка этого агрегата у нас есть на канале, так что кому интересно, посмотрите. А кому не интересно, подпишитесь на наш канал, ну а потом посмотрите то, что вам нравится. Ещё у Honda Odyssey есть действительно проблема с коррозией. Естественно, ржавеют днище, ржавеют арки, ржавеют пороги, но это всё прекрасно видно на подъёмнике. Поэтому, перед тем, как будете покупать этот автомобиль, осмотрите его тщательно. Ну и ещё есть одна проблемка. Так как Honda Odyssey очень редкий гость в наших краях, есть проблема с запчастями. Ну а если так подумать, эта машина очень надёжная и кроме кузовщины и защиты этой кузовщины от коррозии, практически ни в чём не нуждается. Ну что, сегодня мы вам постарались рассказать о легковых и максимально больших минивэнах. Конечно, мы могли в этот рейтинг включить Viana и Multivan, но это минивэны, которые сделаны на базе развозных фургонов. Если вы хотите, чтобы мы сделали обзор, либо такой вот рейтинг возрастных фургонов, обязательно напишите об этом в комментариях. А также напишите, пожалуйста, какие рейтинги вы хотели бы ещё видеть. А также напишите опыт эксплуатации вот этих минивэнов, конечно, если у вас такой был. Ну а сейчас подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии и нажимаем колокольчик. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».